Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Мы находимся в разделе полезные вещи для рыбалки. Сегодня я покажу, как я восстановил свой чехол для удочек молнию. Также абсолютно любую молнию. На сумке я так восстанавливал палатку, у меня куб была, плохо молния ходила. Она если плохо ходит, не закрывается, не открывается. Либо она ходит, но встает, надо будет с усилием какой-то участок делать, где поврежденные зубчики. Сегодня я покажу, как починить этот способ из СССР. Мне его посоветовал дедушка на зимней рыбалке, когда увидел, что у меня в палатке плохо открывается и закрывается молния. Давайте начнем, я все вам покажу и расскажу. Итак, за пример пойдет сумка. На Витя я готовлюсь к рыбалке. Сумка очень хорошая, Котус. Очень большая. Здесь так получилось, что я наехал ночью на рыбалке, на эту колесо, на эту сумку. Здесь вот молния, видите, она вообще не закрывалась, а сейчас уже все лучше и лучше, с трудом закрывается. Вот видите, вот в этом месте она вообще не ходила, а сейчас ходит. Что здесь случилось? Здесь случилось, вот эти зубчики были сильно повреждены. Сейчас я вам покажу. Вот эти вот зубчики, часть зубчиков была сильно повреждена, вот эта вот часть. Что сделать? В большинстве случаев поможет вот эта свечка парафиновая. Мы или раскаляем мазевоском, либо просто, посмотрите, этим парафином смазываем вот эти молнии. И в большинстве случаев, это способ из СССР, свечка эта стоит копейки. Нам это поможет. Где плохо ходят молнии, они с парафином будут ходить получше. Но в большинстве случаев вот этот вот способ поможет. То есть еще раз, где она плохо ходит, туго, мы натираем эти зубчики молнией парафином, и все нормально закрывается, открывается. У меня был случай потяжелее. Вот эти вот скобы очень сильно болтались, очень сильно были повреждены. Но и здесь мы можем подойти. Я взял пассатижи, аккуратно выровнял, все пассатижами зажал, далее щипцами все вот эти зубчики подровнял, как можно максимально ровнее. И здесь они очень сильно болтались. Здесь проклеил снизу клеем момент. И как следует, самое главное, натираем вот этим вот парафином. Не жалеем, натерли парафинчиком. И все раз я натру вот эти соединения, где вот у нас повреждено. И смотрите, без проблем все ходит. С каждым разом все лучше и лучше. Здесь, конечно, посмотрите, бывает тяжело все равно проходит. Но я думаю, она расходится. Видите, она расходится и будет все идеально. Практически уже без затруднений ходит. Я здесь оставлю ее закрытую, в закрытом положении специально, чтобы зубчики переработались и поравнялись. И вот она, смотрите. Ну, она вообще не закрывалась, ребят. Много лет этот чехол был сломатый. Я уже хотел менять, думал, молнию. Но она реально, посмотрите, вот приработалась. И наша молния опять работает как новая. Помог, я еще раз скажу, в первую очередь, конечно, парафин. Парафин. Также у нас есть пассатижи. Подровнять эти зубчики и проблем никаких не будет. Вот такой вот способ из СССР. Как легко починить молнию, при том же она хорошая. Здесь она вообще не ходила. И как мы только ее починим, лучше ее в закрытом состоянии здесь держать, чтобы вот эти зубчики встали и преработались как положено. Ну, вот такой вот способ из СССР. Мне вот многие способы нравятся. Раньше люди бесплатно чинили многие вещи. Все эффективно, хорошо работает. Парафиновая свечка и любая молния будет, которая туго работает, будет работать. Починить молнию можно в любом случае. Даже слышал вот эти скобочки. Можно кое-где зажать и восстановить сразу целую молнию. То есть, ну, это более тяжело. У меня был просто более тяжелый случай. В основном помогает именно парафиновая свечка. Так я делал сумку, чехол, палатку. Без проблем. Попробуйте, не тратите деньги. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся. Ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и мою группу Арбат Кулинарии ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока.